Всем привет и добро пожаловать в мой новый обзор энергетиков и сегодня я наконец-то собрал то, что я хотел. Оказалось не так просто их купить, потому что редко завозят в магазин, да и стоят они дорого, потому что адреналин раш с полной стоимостью 150 рублей, монстр почти столько же, одна только горилла где-то 60 стоила. И завозили их редко, добыть их было проблематично. В чём суть? Конечно, как вы поняли по названию, это обзор самых вот этих популярных энергетиков со вкусом манго. Тут не видно, но... ну-ка, манго, вот, манго. Их у нас тут три вида, это адреналин раш, геймфьюл, монстр, блэк монстр и, конечно же, горилла. Давайте пробовать и оценивать их, потому что они имеют одинаковый вкус, а значит, сравнивать их между собой будет объективно. Поехали! Итак, для каждого я тут уже подготовил ёмкость, и давайте по ним разольём. Оценим. Адреналин мне понравился, у меня, кстати, есть на него обзор, на адреналин геймфьюл, в подсказках я его оставлю, если вам интересно, можете посмотреть, либо можете посмотреть сейчас. Как бы много не потеряйтесь, не посмотрите там. Так, вот здесь у нас адреналинчик, здесь у нас будет блэк монстр. Так. Он пахнет по-другому, не сильно отличается, но всё-таки по-другому. Так, цвет у него более такой, я бы сказал, более яркий, что ли. Ну, по крайней мере, я так вижу. Так, что-то я мало его налил, давайте ещё немножко. Всё, вплеснём. Ну и здесь у нас будет горилла. Она в холодильнике у меня лежала недели две. Ну, настолько было тяжело найти вот эти энергосы. Неплохо. Тоже зачётно пахнет. Так, и цвет у него, ну, сейчас я вот смотрю на камере, особенно, по-моему, цвета у них, ну, плюс-минус одинаковые. Собственно, вот они, все по порядочку. И предлагаю начать. Итак, я себя поставлю немножко повыше. Давайте начнём с Адреналин Раш. Точнее, Адреналин Геймфью. Да, это другое немножко название. На запах прям офигенный. Мне он очень понравился. Ну-ка. Он такой вкусный, такой сладенький. Прям кайф. Прям не могу. Это обалденно. Адреналин я точно 5 баллов ставлю. Это просто фантастика. Очень вкусный. Прям вот неприторный. Сладенький. И прям вот манго отдай. Давайте заценим монстра. Хотя, я думаю, стоит, наверное, водой прополоскать рот, чтобы пахло. Наверное, кто нюхать тебя будет, чтобы вкус немножко вот этого сбить. Хотя они одинаковые. Внезапно в моих руках появляется вода. Ах. Ну что ж, сбил немножко вкус Адреналина. И давайте попробуем теперь монстра. На запах он отличается. И, честно, он мне нравится чуть-чуть побольше. Ну. Он отличается от Адреналина. И он более сладкий. И в нём присутствует немного вот этой приторности. Ты случайно не без сахара? Нет, сахар есть. Второй строчкой. Вообще вторым пунктом. Не дурно. Слушай, я не ожидал от монстра. Просто обычный монстр мне не очень нравился. Белый я вообще терпеть не могу. Ну, он ещё и без сахара. Вот. А оранжевый, который апельсиновый такой был, если помните, если знаете, то он был довольно хорош. Ну, я люблю цитрусовый просто напиток. Так. Ну и пришло время опробовать горилла. Горилла Energy 3. Стоп. Манго Коконат. То есть здесь есть кокос. А у кого ещё есть кокос и манго одновременно? Пожалуй, я знаю такого. Господина. Да, здесь тоже есть манго. Поэтому я решил, а почему бы не взять и не попробовать его тоже? Вместе с этими и сравнить. Да, у меня тоже был мой самый первый обзор энергосов был именно на этот и Bubble Gum. Подсказку тоже оставлю ролик, кто хочет ознакомиться. Я очень много там говорил про их вред, поэтому не кидайтесь тапками. Да, я понимаю, что я задолбал этим уже всех. Ну, это реально вредно. Это может ваше сердце убить. Если бы вот 4 банки сейчас я бы себе выпил, мне было бы очень плохо. Скорее всего. Не буду проверять. И для него я даже подготовил отдельный стаканчик. Да. Но его отличие в том, что он именно кокос плюс манго. То есть здесь больше на кокос акцентируется внимание. И поэтому даже цвет у него будет белый. Давайте я вам это покажу. Продемонстрирую. И, как вы видите, цвет у него белый. Я даже сказал, почти прозрачный. Ну, полупрозрачный такой. Но... О! Запах прям кокосовый. Но тут есть манго. А тут есть кокос. Здесь, правда, его меньше. Здесь больше. Давайте пробовать. Ну, запах я, кстати, чувствую кокос. Поэтому давайте заценивать. Вот никогда не любил гориллу. Но это мне нравится. Вот, честно сказать, объективно оценивая, потому что они все три у меня на столе. Они почти одинаковые. Ну, вот прям отличие минимальное. Здесь сладкое. Ну, я бы сказал, здесь даже сбалансировано. Здесь лучше всего. Здесь более сладкое. Здесь, ну, поменьше сладкое. Здесь дополнение еще к кокосам. В остальном они одинаковые. И это хорошо, потому что если вы любите с манго, то приходите в магазин. Вы любите адреналин, но у вас не хватает на него денег. Вы можете взять по скидке вот этот. Если его вообще нет, а есть горилла, отличный вариант. Ну, дешевле. Но если вы любитель кокосика и не знаете, что выбрать, горилла или этот, то... Сейчас мы это проверим. Какой же он вкусный. Здесь прям кокос. Процентов 90 вкуса здесь именно кокосовый. А здесь кокос от сивы. Ну, вот. Ровно наоборот, я бы сказал. То есть здесь 90% кокоса и 10% где-то манго. А в горилле наоборот. Вот такие получились энергосы. Да, со вкусом манго. Они все очень вкусные. Все сладкие, качественные. Что горилла, что монстр. Ну, адреналин я вообще молчу. У них все очень вкусные и качественные. Торнадо, ну, это просто... Это мой фаворит, так сказать. Рекомендую, если вы любите энергетики. Опять же, не злоупотребляйте. Да, я знаю все эти наставления. Но их сказать надо. А то кто-нибудь да придерется, типа... Какой ужасный человек. Учит людей пить энергетики. Нет. Это ваше полностью желание. Хотите, пейте. Вот. На выбор у вас со вкусом манго, если вы любитель манго, то на вкус у вас аж 4 штуки. Ну, 3,5, я бы сказал. Даже 3,5. Потому что все-таки это больше на кокос ориентировано. Но манго тут есть, так что вам, может, зайдет. Вот. Но лично мне больше всего понравился адреналин. Поэтому я думаю, его я сегодня и выпью. А с этими придумаю, что сделать. Ну, а надеюсь, вам понравился этот ролик. Если это так, то обязательно оцените его лайком. Напишите свой комментарий. Какой из этих энергетиков вам больше всего понравился, если вы пили все 3 или 4. Что из этого вам больше всего понравилось. Пишите, какие еще существуют энергетики со вкусом манго. Возможно, мы их добавим еще в какой-нибудь другой ролике обозреем. У меня, кстати, скоро будет еще одна-одну гориллу обзор. Я его недавно встретил в магазине. Ну, как недавно. В момент, когда я записываю это видео, я его и встретил. Ну, и обзор будет следующим. Вот. Ну, подписывайтесь на концу, если что-то вы не сделали. И, конечно же, спасибо вам за просмотр. Увидимся в новых роликах. Всем пока. Ну, и небольшой фрагмент после записи. Я что-то забыл. Давайте попробуем вот эти три соединить вместе в один. У меня тут как раз вот стаканы. Давайте я попробую еще раз. Обзорчик немножко продолжается. Так. Давайте так. Вот это адреналин. Сейчас мы в него добавляем монстра. И в него добавим гориллы. Интересно, что получится. О! Эликсир силы. Из трех энергосов. Ну, давайте попробуем. Ну, это тупо... Вот. Я чувствую чисто манго. И чуть-чуть кокоса. Это прям вот... Причем их было примерно одинаково. Кокос очень хорошо повлиял прям вкусом на все это. Но больше всего чувствуется адреналин. И адреналин здесь самый вкусный. Монстр... То есть, короче. Первое место. Второе место. И вот это третье. Меньше всех мне понравился. А торнадо уже утащили. Ну, ладно. Все. От этих мы избавляемся. Ну, на потом оставим. А этот... Нужно допивать. За ваше здоровье. А-а-а-а. Продолжение следует...